Голос для живых существ важен не только в повседневном общении. С его помощью животные предупреждают сородичей об опасности, демонстрируют свою силу, устанавливают власть, используют его для устрашения других зверей. Голос также применяется для привлечения партнеров, во время брачного периода, а некоторые птицы используют голос для оглушения жертвы. И чем громче голос, тем больше шансов у животных достичь желаемой цели. Самый громкий голос имеет синий кит, была Энаптеромаскулус. Звуки, которые издают эти крупные водные животные, имеют наибольшую интенсивность до 188 дБ. Они слышны в радиусе 800 км гипотетически, если человек случайно окажется в непосредственной близости от кричащего кита, ему грозят тяжелые травмы в виде разрыва барабанной перепонки и легких. Кошелот Фисетеркатоден. Способен издавать звуки, по интенсивности сравнимые с шумом, издаваемым очень низко летящим вертолетом или ударами отбойного молотка, 116 дБ. А вот детеныши этого животного голосят еще громче, до 162 дБ для человека, звук такой интенсивности опасен для здоровья, он вызывает различные травмы и шок. Рев бегемота, хиппопотамус-амфибиус, можно сравнить с раскатом грома над головой, 110 дБ. Он разносится на сотни километров вокруг, и звучит весьма устрашающе. Интересно, что из млекопитающих только бегемот способен издавать звуки и в воде, в которой он проводит большую часть жизни, и на суше. Призывное пение самцов цикад, сикадида, может достигать 100 дБ, этот громкий шум, сравнимый с близкоиграющим оркестром, раздается на протяжении нескольких недель. Самки тоже вносят свою лепту в этот гомон, отвечая самцам щелчками крыльев. Крошечные водяные клопы микроноктосколдзи удивляют своей громкостью. Они способны издавать звуки, интенсивность которых превышает 99 дБ. Но несмотря на такие показатели, услышать водяных клопов человек не сможет, так как в процессе перехода из одной среды в другую, вода, воздух. 99% громкости теряется, а оставшийся 1% недоступен для человеческого слуха. Еще одно громкоголосое водное животное рыба-жаба, Апсанустау. Чтобы отпугнуть других обитателей морского дна, посягающих на участок рыбы-жабы, она издает звуки интенсивностью до 100 дБ, они напоминают скрежет, гудок или ворчание, в зависимости от настойчивости конкурента. Такие милые и безвредные животные, как сумчатые медведи-коалы, фысколорктас синерис, могут издавать просто сокрушительные крики, напоминающие рев огромных бизонов. Зоологи, занимавшиеся изучением каал, и в частности их специфического голосового аппарата, считают, что подобными криками животные сообщают о своих размерах, возможно специально изрядно преувеличивая их, чтобы отпугнуть врагов. Слоны одни из самых громких животных. Издаваемые ими трубные звуки слышны на расстоянии более чем 30 км степень интенсивности звуков, зависит от размеров слона, его физического состояния, настроения и конечно от той информации, которую он хочет сообщить сородичам или врагам. Примат из говорящим названием обезьяна-ревун имеет особое строение голосового аппарата, благодаря которому она может докричаться до любого животного в радиусе 4 км. У ревунов есть особая утренняя традиция. На рассвете вожак одной из групп начинает песню, затем ее подхватывают самки и детеныши из его группы, а за ними вожаки других групп, их самки и детеныши. Интересно, что в одной группе обезьян-ревунов у каждого участника этого хора имеется своя партия. Самая громкая птица индийский павлин. Она способна издавать не только звуки высокой интенсивности, которые слышны на много километров вокруг, но и пронзительно и стошно кричать. Эти крики режут слух и даже раздражают. Павлинами приятно любоваться, а вот слушать их просто невыносимо. Некоторые животные практически не имеют голоса, например аисты. У них настолько ослабленные голосовые связки, что они могут издавать звуки, только щелкая клювом. Для тех же существ, которых природа наделила голосом, он играет не последнюю роль в жизни. При этом громкость звуком не всегда зависит от размеров животных, издающих их.